ну как вам это мило да это просто невероятно мило короче всем привет друзья да мы с нашей построили наш пряничный домик вчера вечером я сняла прикольное видео в инстаграм обязательно его выложу просто не сейчас пока не было времени смонтировать его домик прям рекомендую построить это кстати было не очень просто потому что вырисовывать тонкие красивые линии ложкой и тем мешком который был в другой коробке вообще практически нереально это это сложно может для этого надо шприцы или специальные кондитерские мешки но так как у нас был первый опыт мы очень старались и сделали ну как сделать все равно это выглядит мило и даже если будут не идеальные линии и не четкие какие-то там я не знаю пропорции это будет прикольно выглядеть это интересное развлечение и для детей и для взрослых и это дарит настроение поэтому я вам искренне рекомендации сделать пряничный домик или елку собрать это вообще самое простое будет и это кстати хороший мне кажется вариант подарка кому-то я не уверена что это потом можно будет есть потому что он будет стоять как декорация пылиться но пряники вот эти именно с этого домика очень аппетитные они видно чем-то обработаны как блестят смотрите и прям так и хочется куснуть ну может что-то я потом и куснуть чисто ради интереса но вот эту всю глазурь конфеты и прочее есть конечно же не хочется сахар в чистом виде все равно это очень очень мило знаете когда мне пишут что вот диана отсталая в развитии вот когда таким вещам как бы радуюсь да или занимаюсь чем-то таким ты как ребенок тебе пять лет но мне если честно даже жаль этих людей потому что они не не умеют радоваться таким вещам это простые вещи это милые вещи и человек в любом возрасте может получать от этого кайф у него даже мысли не возникнет кого-то другого за это оскорбить или осудить типа боже ей 40 лет она домик делает пряничный фу просто какая-то ненормальная инфантильная недоразвитая короче я желаю вам хорошего прячного настроения будьте добрее и находите радость во всем особенно сейчас в реально сложные тяжелые жестокие времена надо уметь радоваться таким вещам попробуйте просто попробуйте и вы поймете что это классно пусть это будет для кого-то инфантилизмом да плевать на этих людей главное чтобы вы были счастливы в моменте получали радость от каждой мелочи все а я с больным зубом не что-то зуб очень больно я его лечила именно этот зуб я и лечила от того что у него была сильная чувствительность там него пломбировали его больно было очень лечить и он снова болит я не понимаю что такое и не хочу техстоматологу потому что уже вылечили короче мне это очень напрягает и я вот это вот сейчас такая не очень радостная в этом плане еду на работу будем снимать на точке с кофе зимнее меню у меня есть одна такая не безумная но очень интересная идея с искусственным снегом поэтому я хочу успеть найти баллон этого снега где-то поблизости чтобы привести его на точку сожалению сегодня не самый удачный день был для съемки я больше часа просидела просто на точке потому что был очень большой поток людей и он просто не заканчивался ну соответственно девочка не может ничего для меня приготовить мы не можем ничего сделать просто на обслуживает клиентов это как бы бывает просто никогда не знаешь когда тебе это попадется такое счастье вот и еще люди так смотрят на меня думать чё она сидит они же может быть думаю что это же бариста я не бариста ну такое ну что-то сняли со снегом то что я хотела не сняли потому что не хватило времени но я решила что я возьму стакан домой и попробую поэкспериментировать с такой съемкой дома на фоне огней потому что хочется сделать что-то с праздничным настроением я ж ну как бы по ходу всему учусь и ну по сути мне на эту работу взяли без какого-либо опыта я не фотограф там никто он как бы в этом плане я не училась я училась на дизайнера вы знаете их дизайнера но тут такой момент что тебе дали возможность и ты по ходу просто что-то пробуешь пытаешься а еще знаете очень расстраиваюсь когда мне попадаются фуд-фотографы крутые которые например фотографируют для сельпоиду это писец понятно что там чаще всего студийная съемка во первых а студия это сразу удачный фон это сразу свет ну и конечно же там не айфоном обходятся в принципе и на айфон очень классные кадры в студии будут но когда фотографируют на фотик с фотогенным объективом и там такие фотографии еды получаются что ты на это смотришь и думаешь зачем я вообще здесь работаю но типа постоянное вот это обесценивание своего труда своих каких-то возможностей техники всего на свете это прям про меня и не только в работе это везде так но потом это проходит и я как бы дальше что-то стараюсь сделать в общем как с этим стаканчиком может быть если хотите даже попробую снять этот процесс как я буду это делать вообще не какой-то для меня физически непростой день был наверное из-за того что мы на танцах прыгали дабку она очень энергичная и у меня уже разболелись колени и короче все на свете и плюс сегодня на каблучках ходила и сумка какая-то тяжелая была принесла домой мавру там у нас три роллы четвертых танарок пошел короче не будет вкусный вечер еще заходила в еву вот такой купила это белая подводка от глэмби если вас вдруг интересует именно белая вот в еве можно от этой фирмы купить больше мне никакую не предложили и от этой же фирмы я нашла очень классный глиттер то есть это даже больше как тени жидкие блестящие но не было того цвета в наличии который не надо то есть он только тестер остался поэтому я еще поищу и хочу снять сильно youtube или в инстаграм просто показать макияж с белыми стрелками и серебром на глазах это очень красиво будет все у него фокус теряется очень красивый интересный макияж мне вообще нравится тенденция на белые ресницы белые стрелки это очень прикольно смотрится причем как мне кажется идет разным оттенком глаз и в принципе волос и кожи еще и нашла такие шпажки дома это именно наши которые завалялись потому что к сожалению найти деревянные красивые шпажки мне не удалось и вообще в принципе я не вижу шпажек в магазинах и чем дольше я их ищу тем быстрее пропадает моя моцарелла поэтому сейчас я приму душ и мы быстро сделаем вот эту красивенькую закуску фуршетную на праздничный стол покажу как это делается как вы видите здесь всего три ингредиента базилик моцарелла и вяльный томат ребята настолько просто что даже смешно но я должна это показать потому что разве не простые рецепты нам нужны на фуршетные красивые праздничные столы какого-то гигантского размера весь в масле поэтому я его отжимаю от этого масла и считаю что нам это не нужно я его поделю напополам что-то должны быть небольшие закусочки вот берем кусочек вяленого томата дальше берем листочек базилика тоже примерно по размеру помидора делаем лист то есть нам не надо чтобы был огромный все должно быть аккуратненько сверху кладем кусочек моцареллы и все это шпажкой протыкаем чтобы человеку было удобно это брать вот так и выкладываем вот что у нас с вами получилось конечно же лучше брать шпажки деревянные они вот эти вообще не люблю пластиковые шпажки можно было сделать это все аккуратнее потому что я спешила у меня еще есть работа и моцареллу там знаете трогала руками и сразу после помидора если вытирать ручки тогда моцарелла не будет пачкаться и будет белая вот но я хочу это попробовать я приготовила реально это минут за 10 ну это вообще это даже рецептом назвать наверное сложно я здесь на фронталочке короче вы берете такую шпажечку потому что все очень удобно мы накололи и просто ну что тут сказать это прекрасно не то чтобы я все нахваливаю с того что я готовлю но это офигенное сочетание просто как все не сожрать не очень холодная многие из нас любят капрезы вот это что-то вроде того но наверное еще пикантнее потому что реальный томат сам по себе очень ярко выраженный базилик его прекрасно дополняет а моцарелла она как бы играет такую связующую роль она же без особого вкуса как тот же авокадо например и все вместе это просто офигенная закуска это круто это так просто еще и сделалось ребята рекомендую возможно я эту штуку тоже сделала на праздничный стол раз и все и съел пошла работать а вот это вот берите на заметку это супер я уверена если другие будут шпажки или там вы сделаете аккуратнее это будет очень празднично смотреть и разлетится вот всем доброе утро короче да вчера мы вечером начали марафон по просмотру гарри поттера все я вот смотрю думаю вот как можно было снять настолько шикарные фильмы типа гарри поттера власти на колец которые ты каждый год пересматриваешь большим удовольствием мне кажется будешь пересматривать всю жизнь очень крутые картины еще хотела сказать что я потеряла человечка в директ которому обещала свитерки блин ну такое бывает реально я как-то не знаю как получилось поэтому пожалуйста откликнуть здесь потому что свитерки лежат уже постиранные готовые к отправке а я потеряла просто вас и ваш адрес поэтому пожалуйста продублируйте свои сообщения сегодня вот заплыла косички потому что буду весь день дома вообще такое редко бывает обычно все время куда-то выхожусь от нее планирую просидеть весь день дома сейчас позавтракаю и пойдем с вами фотографировать вот так вот точнее снимать видео со стаканчиком я покажу пару моментов может вам это тоже пригодится просто так для себя не знаю я вообще не знаю как это получится но по крайней мере идею это можно взять на заметку еще в планах мне сегодня приготовить имбирные пряники мы их наверное будем готовить уже в следующем видео я хочу почаще видео сейчас выкладывать по возможности потому что я знаю что именно в предпраздничные дни хочется и смотреть больше вот и у меня есть желание настроение выкладывать больше и время даже есть потому что сейчас я как-то вот совсем разгреблась я примерно себе понимаю сколько мне времени нужно на работу в мою и как-то все легче пошло то есть первое время было реально тяжело я вообще ничего не понимала как это совместить плюс на этой неделе у меня не было тренировок по hills и в субботу не будет потому что ксюша наша уехала мастер-класс берлин вернется она вот как раз на следующий день наверное поэтому даже будет чуточку меньше времени все пошла ей свой бутерброд смотрите какой аппетитный он так пахнет еще классно я просто слегка смазываю этот хлеб тостовый маслом сливочным буквально вот чуть-чуть присыпала моцарелой снизу положила помидоры еще присыпала сверху сыром и запекла сейчас еще чай сделала вот этот чай новый который 25 кофе роста вообще обалденный у него здесь столько всего вот смотрите здесь черный чай зеленый жасмин роза календула клубника он очень вкусный очень насыщенный крупно листовой ним реально попадаются кусочки клубники там вот цветы ну короче прям очень рекомендую вообще если вы помните у вас еще должна действовать кика по моему промокоду если не забуду оставлю вам подсказку чтобы вы зашли посмотрели видео воспользовались промокодом и заказали что-то или себе или кому-то на подарок от этой фирмы со скидкой друзья значит здесь я снимаю на свой старый телефон но сперва хотела спросить не знаете ли вы какое-то классное средство чтобы вот это отмыть это следы от старого скотча когда мы еще заклеивали окна они были непочиненные продували вот и она ну не берется поэтому если посадите какой какой-то хорошее средство буду очень благодарна так вот по поводу стаканчика значит здесь я хотела чтобы мне на фоне была елка и центре у меня здесь стаканчик стаканчик я чуть-чуть снизу украсила разве что веточками можно было бы больше у меня просто нет то есть это просто импровизация свечи любой вообще кадр мне кажется дополнен особенно какой-то праздничный на фоне открытка именно в кадре извиняюсь именно в кадре выглядит очень симпатично и здесь у меня искусственный снег которым я сейчас буду брызгать на логотип тоже как бы у меня наверное попыток очень мало может даже одна чтобы я красиво забрызгала логотип этим снегом потом расскажу в чем вообще фишка будет блин фигня потушила свечи вот это плохо ну да я думал что так будет черт а как же это делать чтобы свечи не подушить полдня не поэтому что делала у меня еще впереди куча работы другой помимо этого видео которое я делала ну в общем что-то получилось вот тут его второй половине экрана покажу вроде бы смотрю ну я уже выложила в аккаунт и люди лайкают хорошо значит людям нравится это главное потому что мне практически никогда ничего не нравится из того что я делаю это было заморочено в самом плане что в моей композиции были свечи соответственно свечи постоянно тушились и я их зажигала постоянно на эти моменты я вырезала из видео когда эти свечи зажигала плюс стаканчик я со временем потом положила что-то тяжелое потому что он тоже от потока снега двигался и вот эти веточки внизу которые если бы их можно было как-то закрепить и было бы лучше потому что их тоже поток снежный сносил но можно же сделать эту идею без свечей без такого декора просто в каком-то красивом месте мне просто пришлось изворачиваться на подоконнике что такое место найти сложно учитывая еще освещение это ужасно но попробовала сделала главное всегда пробовать поэтому надеюсь вам эта идея понравилась и была интересной все в следующем видео будем готовить пряники если получится с авторским правом покажу вам тапку которую вы танцевали на востоке хочу еще об этом поговорить немножко все всем пока хорошего настроения увидимся